Здравствуйте, мои друзья, зрители телеканала! В нем гостях Игорь Душин, известный украинский политехнолог. Здравствуйте, Игорь! Здравия желаю, Михаил! Ну что ж, Игорь, прошло 4 года с момента выбора в Верховную Раду Украины. Напомню, что на выборах 2019 года партия «Слуга народа» взяла монобольшинство, впервые, наверное, за всю новейшую историю Украины, пришла под брендом президента. Все помнят, как люди, которые заходили от этой политической силы, заходили как новые, как люди, которые набраны по конкурсу, как люди, которые набраны абсолютно рандомно, случайно и без всякой, как принято говорить, мохнатой руки. Собственно, прошло 4 года, мы видим, что за редким исключением, ну, такой, как, например, Александр Мережко, известный юрист Международник. Достаточное количество депутатов от правящей партии, они, в принципе, повторяют ошибки депутатов предыдущего созыва и ничем ровным счетом не отличается ни от депутатов предыдущего созыва, ни от депутатов от других фракций. То есть, по сути, депутаты от правящей партии ничуть не лучше, ни хуже всех других депутатов. А хотя надежды были... Действительно, заоблачные. Почему так получилось, на ваш взгляд? Так потому, как коряво нарисованы правила жизни в стране. Коряво нарисованы и выборные органы, и многое-многое другое. Наши правила не соответствуют уже той стране, которую мы имеем. Представительные органы власти, которые избираются на длинный срок и избираются целиком, а не по частям, и избираются одной палатой, а не двумя... Ну, то есть, они... С момента избрания депутат ничем не зависит от своих избирателей. Всё это предстоит поменять стране. С первого раза не получится. За один раз не получится. И если говорить о ближайших выборах, то они будут продолжением украинской традиции. Занимаясь выборами в Украине с 89-го года, я могу сказать, что традиция Украины — это проводить каждый раз выборы Верховного Совета, выборы нашей Верховной Рады, по новому закону. Каждый раз по новым правилам. Ещё ни разу не было, чтобы дважды избирались по этим. И нам предстоит ещё два ближайших раза проводить по новым законам. Один из этих законов будет принят сейчас, по которому пройдут послевоенные выборы. Ну, а потом, конечно же, этот закон будет непригоден для жизни уже в стабилизированном и налаженном, надеемся, обществе. И опять новым. Принятый многострадально усилиями огромной группы специалистов избирательный кодекс, его вот это вот, как бы, большинство, которое вы упомянули, проголосовало за один раз, даже не открывая и не прочитав, что за голову взялись специалисты. Оно, как воскутное одеяло, этот избирательный кодекс, как письмо писали трое из Простоквашина, начинал писать мальчик, потом дописывал код, а под конец начал писать шарик. Вот примерно вот такой ужасненький документик у нас избирательный кодекс. Хотя доблесть была великая, мы собрали все избирательные законы вроде бы в один, ну, то есть это забытые гордости и радости, всё придётся делать по-новому. В том числе и систему государственного устройства Украины. Начинается это. То есть придётся менять всё, причём абсолютно всё. И было такое древнее проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Ну, так вот, у нас вот уже второй год нет жизни у всех украинцев. И впереди предстоят, скажем так, сложные, интересные, тяжёлые времена, но попытки нарисовать себе страну, в которой захочется жить. Могу рассказать конкретику, что может заинтересовать зрителей вашего канала, что будет безусловно. Да, давайте, пожалуйста. Ну вот смотрите, у нас в стране 380 политических партий, из которых какая-то группа представлена в парламенте, до 10. Не вдаваясь в имена и подробности, нам понятно, что вся парламентская конструкция и все парламентские партии, ну, должны быть ревизованы. Нам совершенно понятно, что как организованные политические силы, имеющие доступ к власти, к ресурсам, к своей истории, опирающиеся на созданные ранее структуры, большинство из них захочется реинкарнироваться во власть. Кому-то это из них получится сделать, кому-то не получится. Можно предполагать, что всегда из любого огня выходит батьковщина, и Юлия Владимировна, омолодившаяся и в новом образе, как бы приведет какую-то группу депутатов. Можно понимать, что действующая власть, собранная сегодня в офисе президента, а не в парламенте, поведет три корпуса, как минимум. Один это будет Антипорошенко, какой-нибудь имиджевый двойник партии Петра Алексеевича Порошенко, который сегодня из-за всех утюгов в интернете, то есть бешеная активность в интернете представителей этой полицилы, они тоже будут активно стремиться. Никуда не денемся от этих трех корпусов. Почему? Из партии «Слуга народов» партия не получилась. То есть не случилась она. Соответственно, на нее свалят весь мусор административного ресурса, и как бы нехорошо признать ее почившей в БОЗе и не состоявшейся политической конструкцией, политическим проектом. И потому ее, скорее всего... Вы на связи? Да, я слушаю, да. И поэтому ее, скорее всего, сделают складом, который по инерции проголосует какая-то часть населения. Второй проект, я говорил, как бы это самое. Будет еще один проект, который уже крутится. Типа партия «Дия». И вполне возможно, как бы министр, создавший продукт гордости, приложение «Дия» в телефоне, где 5 миллионов украинцев зарегистрированы, поведет свой проект. Возможно, еще что-то будет сопровождать офис. Но сегодня в стране правит группа граждан, собравшаяся по поручению Зеленского в офисе, никем не избранная, за которых никто не голосовал. От позора общения с депутатским корпусом выдал недавно, спикер парламента от этой партии, конечно же, Стефанчук, выдал не суразицу, а возможности проведения выборов в военное время. Наиболее хлестко это характеризовал наш коллега Андрей Золотарев, который сказал, что Стефанчука можно называть юристам пониженной социальной ответственности. На самом деле, мне кажется, что ему была дана команда из офиса, а он, пометуя историю, печальную историю предыдущего спикера Дмитрия Разумкова, который позволил себе иметь собственное мнение и его отстаивать, решил не выпендриваться и делать, что тебе говорят. Вот так это глупости были. Игорь, я вас перебью с вашего разрешения. Всё-таки мы же понимаем, что каждое заявление преследует некую политическую цель. И здесь политических целей могло бы две. Первая — для внутреннего пользования, то есть протестировать настроение в обществе. Тем более мы с вами знаем, что сейчас активно офис президента мониторит настроение в обществе. И, собственно, любая администрация, администрация Порошенко, администрация Ющенко всегда мониторила настроение людей. Но офис президента Селенского активно мониторит, и даже некоторые наши с вами общие знакомые активно проводят социологию, как раз чтобы выяснить настроение людей. Поэтому этот шар, который запустил Стефан Чуф публично, он в том числе мог быть для внутреннего пользования, чтобы понять настроение людей и понять настроение элит в условиях российской агрессии. С другой стороны, это могло быть и для внешнего пользования, потому что на Украину поддавливает Запада с целью принудить Украину к мирному процессу с государственным агрессором России. Украина на это идти не хочет и не может, и президент Зеленский на это идти не может, потому что он сделал ставку и свой второй президентский срок именно на полную победу Украины. И с тем, чтобы оттянуть вопрос выборов, тоже запускается публичное пространство. Эта идея показывает тем самым Западу, что выборы не сбрасываются со счету, и теоретически выборы могут произойти. То есть тем самым дается возможность украинской армии сделать свое дело и доказать Западу, что Украина военным способом может восстановить свой территориальный суверенитет. Поэтому завеление Степенчука, может быть, стоит воспринимать либо под таким углом, либо под другим, а не просто, что называется, в лоб, как призыв провести выборы, во что бы то ни стало. Ну, во-первых, мы можем позволить себе иметь разные мнения, это раз. Во-вторых, наши коллеги активно обсуждали, каким образом ранее осторожный, аккуратный и не первый год в парламенте, и не только спикером, он не с луны свалился, юрист Степанчук взял и такое сделал. Но когда ты, как профессионал, ставишь на карту свое имя, подписывая нечто, вот чего не захотел делать, как я понимаю, Дмитрий Разумков, он это сделал и получил звание юрист пониженной социальной ответственности. Мне кажется, потому что до этого я писал что-то вежливое и разумное, типа, что надо проверить диссертации, соответствует ли занимаемой должности этот гражданин. А вот хлесткая характеристика одного из коллег, с моей точки зрения, просто подвела что-то было. Наши с вами друзья, знакомые коллеги обсуждали много, ну поскольку оно было неожиданным, и роли не играет, что оно будет с этим заявлением. Ну не будет сейчас выбора. Давайте, и мы с вами рассматриваем, из каких частей может быть сложена конструкция следующих активных участников. Я делю политические партии в Украине на три больших группы. Парламентские партии, непарламентские партии, представленные в местной власти, и остальные непарламентские партии. Там есть живые, там есть просто комплекты документов, но поскольку они ничем не проявлены, я их отношу в одну большую третью группу. Нужно помнить, что все парламентские партии когда-то были непарламентские. Ну, например, правящая партия «Слуга народа». Ну, она может на этот раз стать непарламентской на этих выборах, но, скорее всего, какой-то минимальный барьер она преодолеет. И какие-то остатки будут. Задача реальной власти в Украине, которая сосредоточена в офисе, и офис президента, где люди, ну, грубо говоря, назначенные президентом Зеленским, у которого, безусловно, авторитет в обществе на сегодня, они управляют реально всей жизнью страны. парламент сегодня не играет роли за счет качества. То есть, заводя такое новое количество людей с новыми надеждами, конечно же, набрали не только уникальных персонажей, набрали и мусор. Мусор очень сильно заметен в информационном пространстве. Когда чудят отдельные представители депутатского корпуса, это привлекает внимание, вызывает раздражение. А то, что там есть трудяги, которые пашут с утра до вечера, это, конечно же, так. Но их работу незаметно. То есть, они не так ярко обращают на себя внимание, как ляпы или глупости отдельных особей из рак. Есть целый лагерь, который в Украине утратил свою политическую, ну, скажем так, политический фундамент. Это в прошлом там партия регионов, ОПЗЖ и другие силы, которые принято сейчас называть пророссийскими. Ну, то есть, страна уже другая стала. Уже совершенно иная ситуация. И, значит, конфигурация основных участников будущей избирательной кампании будет складываться из, ну, скажем так, приемлемых к обществу в целом политических проектов. В том числе будут какие-нибудь яркие глупости. Ну, мы ж без этого не можем. Мы ж это обязательно должны будем допустить. Теперь вопрос, как бы второй. Когда? По уму было бы правильно дать стране полгода, то есть, вот, закончилось военное время, включили медиа, сняли гражданские ограничения на гражданские свободы и дали стране полгода очухаться. Но, скорее всего, как записано в кодексах и других законах, будут стараться провести за 2-3 месяца. Ну, пока никто не собрался, не соорганизовался. И, конечно, лидерские позиции будут иметь те политические силы, которые уже имеют ресурсы, уже имеют структуры, уже готовы к проведению кампаний и в состоянии получить себе результат. Вот где-то между этим, то есть, я надеюсь на срок где-то полгода избирательной кампании после отмены военного положения, но всё может произойти стремительно быстрее. В том числе и попыточки провести голосование в каком-либо приложении, на каком-либо сайте, электронным образом, что вызовет недоверие и потом поможет послужить, поскольку когда подведены итоги, всегда есть какая-нибудь политсила, которая не доверяет результатам, у неё украли голоса и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вопрос проведения избирательной кампании сегодня самое время обсуждать, даже в военном, ну, идут боевые действия, и мы не на фронте, а мы в виртуальном разговоре о возможных выборах, но это тоже важная информационная работа, какими будут правила после победы. В этом смысле это важный разговор. И завершая как бы монолог, хочу сказать, что в конце октября одна из ассоциаций политконсультантов, форум позапарламентских партий Украины и ещё две-три организации аналитические планируют проведение совместного обсуждения избирательных правил в стране, потому что они, во-первых, искорёжены, во-вторых, на них слишком много ограничений, и в-третьих, они не позволяют свободному волеизъявлению людей. И рассчитывать нужно на волонтёрские, то есть на тех, кто познакомился вообще в ходе этих ужасных событий войны. У меня в деревне, где я проживаю под лесом, люди на блокпостах, на сборах, на взаимопомощи, на поставках на фронт нашим бойцам, то есть люди настолько познакомились, как не знали друг друга раньше, и в городах, и в сёлах, и в малых городах, то есть общество изменилось даже коммуникативно. И известны те группы, которые сегодня как бы с фронта сообщают, что я, блин, приду, я уже всё, я молчать, ну то есть изменился состав напряжения населения, готовность к совершению действий, стала совершенно иная. Мы имеем другую страну, состоящую из других людей, ну и как бы проблемы связанные с тем, что сейчас это невозможно провести, но у нас много миллионов людей находятся за пределами, много миллионов перемещённых, много травмированных, то есть мы имеем целую кучу проблем, и всё это нам придётся разбирать. Поэтому перечень политсил, мы можем разбирать шансы и так далее, но скорее всего социологи в первое свободное время проведут рейтингование, а дальше она начнёт прыгать, будет очень интересно наблюдать. И будет военный проект какой-либо, мы его не оговаривали с вами, ну там, я назвал проект ДИЯ, я антипорошенко, значит и Порошенко, называть, вот я обсуждал с коллегами, говорю, ну от Личко, неужели он дёрнется? И тут мне начали киевляне рассказывать, сколько доверия завоевал уважаемый боксёр в ходе этих кампаний, где его собирали с ним. То есть говорят, ты не понимаешь, ты не смотрел в социологию, то есть и у нас есть таких вот самих себя уважающих людей достаточно большое количество, которые и встряхнёт общество, поэтому я думаю, что нам предстоит пережить не одни выборы. Игорь, я в завершении тогда задам следующий вопрос, предлагайте разные конфигурации, которые возможны во время выборов, после завершения войны, победы Украины. И здесь безусловно много будет зависеть от характера избирательности. Но традиционно из истории Украины последние как минимум 10 лет мы знаем, что партия власти всегда консолидировалась с группами, которые проходили как мажоритарщики, например, Довира и Замайбутния, до этого было Замайбутния, которая до Вира так и не стала партия, а Замайбутния, напомню, сначала сформировалась как группа мажоритарщиков, а потом уже была создана парламентская сила. Так вот, всегда для любой власти было удобно иметь вот такие две группы в парламенте, которые поддерживали инициативы власти при проведении жизни. Вот с учетом необходимости, с учетом проведения парламентских выборов и задачи провести партии сателлиты, которые могут с одной стороны поддерживать инициативу, с другой стороны балансировать интересы твоей партии, потому что понятно, что хоть слуг народа хватает голосов, но наличие двух партий сателлитов помогают голосовать и помогают играть на интересах внутри фракции и занижать аппетит отдельных депутатов. Вот как удовлетворить тогда вот этот запрос на необходимость ввести в парламент группы мажоритарщиков, с которыми было бы удобно договариваться? Потому что понятно, что если не будет мажоритарной компонент выборов, тогда договариваться с отдельными парламентскими партиями, прошедшими как на одной идеологической основе, будет очень сложно, нежели чем с группами мажоритарщиков. Ну, первое, как бы всё очень просто всегда. Власть, она как любое животное, хочет самосохранение, развитие и усиление. И поэтому она будет делать всё для того, чтобы правила были удобными для неё. В том числе удобными для заведения тех, кто будет подвластен и подотчётен. А будут группы несогласные, отстранённые, ну, как бы, оппозиция, которая будет с ними бороться. Поэтому всё будет как всегда. Вот, чтобы мы волшебное не придумали. Вы говорите, что всё, если такие ваши мнения разделяют те персоны, которые принимают решения, значит, будет у нас смешанная избирательная система. Вот вернуться в чистую мажоритарку вряд ли, а вот смешанная какая была, ну, наверное, такая и останется, потому что она оставляет кучу свобод для манипуляций. Да, это будут сложности с перемещёнными лицами, ну, будут свои сложности, но правила будут соответствующими желаниям узкой группы людей, которые сегодня и представляют власть. И сегодня, управляя реальным большинством в парламенте, эти люди в состоянии принять любые правила. То есть, опять-таки, чудес не бывает, но мы привыкли к чудесам. Каждый раз новый избирательный закон, да, мы будем иметь новый избирательный закон, каким он будет, а таким, как выгодно власти. Можем ли мы что-то отстоять? И вот здесь я, как бы, рассказываю о том, что в конце октября мы собираемся и форум непарламентских партий, и общественные организации, и экспертные группы собрать, постараться освободить этот сегодняшний избирательный правиль, освободить от барьеров и преград, финансовых барьеров, процентных барьеров, потому что задача Верховной Рады быть органом, представляющим усредненное мнение граждан. Но параллельно там будет происходить еще куча процессов. А может быть, нам парламент нужно избирать раз в два года, а не в четыре, и половину состава менять раз в два года, чтобы он был сменяемый, не кризисный. А может быть, нам нужно отказаться от института президента или обрезать функции президента. А может быть, мы царство захотим себе устроить? Ну, то есть, у нас сейчас страна чистый лист. Игорь, вы когда говорите о проведении выборов каждые два года, я думаю, в этот момент на вас молятся все политтехнологии Украины, которые соскучили за избирательными кампаниями и от такого лакомого куска, как выборы на каждые два года, и это только в парламент, мало кто отказался. Поясню. Логика очень простая. Делать кризис каждый раз с проведением выборов и ломать страну, чтобы она что-то ожидала, это нерационально. Проще завести себе правило раз в полгода менять половину состава парламента. И тогда все это будет проходить гораздо спокойнее и без этих нервов. Гораздо больше будет преемственность властей, преемственность законопроекта. Это рационально. Мы не все страны мира, в которых устоявшаяся демократия, они все вынуждены от достигнутого, чтобы по минимуму менять правила. Мы же страна, которая с чистого листа может нарисовать себе самые уникальные и самые соответствующие потребностям правила и ввести обязательную обратную связь депутатов избирателей. И так далее, это длинный разговор. Спасибо большое Игорь за это интервью. Игорь Душин, известный украинский политехнолог, был сегодня с нами. Спасибо большое, Игорь, за это интересное интервью. Удачи! Игорь Душин,